Приветствую вас, дорогие друзья! Драгоценные мои, я Максимов Максим, и это прямой эфир. Мир вам, любимые мои, ценные, драгоценные. Приветствую всех тех, кто меня смотрит со спутника. Приветствую всех тех, кто меня смотрит через интернет. Знаете, если вы такие разумные, вы можете поприобщиться к нашей общине Дом Веры. Вообще будет очень приятно, если вы окажетесь в нашей общине Дом Веры, чтобы мы вместе радовались, славили Господа. Мы каждый день здесь встречаемся, кроме субботы и кроме понедельника. Все остальные дни, вот в это время, вот сейчас на часы посмотрите, и в это время мы встречаемся с вами здесь в прямом эфире. Хотя, если это в записи, тогда это не работает. Но если вы сейчас меня смотрите, будет очень хорошо, если вы всегда будете присоединяться к нам. Итак, пусть Бог благословит вас обильно. Пускай Бог благословит ваши жизни, сердца. Пускай Господь наполнит вас Духом Святым. Я очень-очень дорожу вами, ценю каждым из вас. Приветствую всех тех, кто является нашим постоянным членом, тем, которые являются прихожанами, активными участниками. А у нас таких уже много становится. Если у вас есть желание, присоединяйтесь к нашей дружной общине. Я уже вижу там наш Слава из Казахстана, Татьяна из Риги, Дмитрий из Воронежа уже присоединились. Я уже вижу, пошли-пошли сообщения. Катя Гаврилова из Эстонии, приветствую тебя, Катерина. Джанаит из Канады, Калгари, приветствую тебя, Джанаит. Лариса, конечно, из Бершевы, шалом, манишма, дорогая. Пусть Бог благословит тебя. Всех приветствую, всех, кто здесь пишет. Артем с Украины, из Житомира. Привет, дорогие братья и сестры, я люблю вас. Артемка, пусть Бог благословит тебя. Добро пожаловать домой. Татьяна из Мизурии, доброе утро, домоверовцы, говорит. Аминь. Приветствуем всех, всех приветствуем любовью Господа. Всех, кто пишет, комментирует. Людмила из Омска, приветствуем вас. Юлия Игнатова не подписала из какого города. Пусть Бог благословит и вас. Всех приветствую любовью Господа. Из Абакана, Юля, тоже приветствую тебя. Просто сообщения идут, идут, это просто потрясающе. Пусть Бог благословит вас, драгоценные. Так хорошо нам быть вместе, славить Господа Иисуса Христа. Поклоняться Царю. Благословлять Его Святое Имя. Он потрясающий. Скоро у нас Пасха. Это потрясающий праздник. Мы вспоминаем о смерти и воскресении Иисуса Христа. Мы вспоминаем о том, что Он сделал для нас на кресте. Мы радуемся Его жизни, потому что как Он воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленные жизни, драгоценные мои. Пусть вот эти праздники пасхальные. У нас начинается неделя с 5 апреля, это Западная Пасха, до 12 апреля, это Восточная Пасха. Вот почему-то вот есть Западная и Восточная Пасха. Ну как и Рождество у нас есть, Западная и Восточная. Так вот, с 5 апреля по 12 апреля у нас объявляется пасхальный марафон или пасхальная неделя. Мы будем вспоминать о страданиях, о жизни, о воскресении. Мы будем вспоминать о жертве, мы будем говорить об Иисусе Христе. Это просто потрясающе. Мы будем делать все, все от сердца. Будем делать все с благодарением, с благословением. Будем делать по вдохновению. Будем делать благовестные Евангелия Иисуса Христа. Знаете, я так рад, что мне Бог дал такую возможность, находясь вот в этих гонениях, а здесь, сидя в этом гараже. Знаете, я проповедую каждый день. О, аллилуйя! Аллилуйя, драгоценный! Каждый день, каждый день проповедую. Я в жизни столько не проповедовал. То есть я, конечно, проповедовал раньше, но чтобы каждый день на регулярной основе, без каких-то этих свободных... У меня просто такого давно не было. Будучи епископом, я, конечно, проповедовал раз в неделю, там, ну, на библейской школе еще какую-то встречу проводил. Но чтобы каждый день сюда приходить, для меня это радость. Для меня это радость, что я могу послужить Господу. Я могу послужить вам. То есть любить Бога, любить ближнего, это, наверное, выражается. Я вижу там Евгений из Кишинева. Приветствуем вас, драгоценный брат Евгений. Александр из Каменогорска. Приветствуем вас, Александра. В общем, наша команда наполняется здесь. И такая радость в общении Духа Святого. Кстати, вы можете приглашать ваших друзей присоединиться сюда к нам в прямой эфир. И стать участниками. Поэтому пусть Бог благословит вас, если вы смотрите меня через интернет. Дорогие мои, у нас идет сбор средств для камеры. Насколько вы знаете. И сейчас вот я хотел бы проверить, что у нас там, что у нас получается по сбору средств на камеру. Ага, 2772. Вау, потрясающе. 2772. Если вы хотите, пройди на этот сайт. gofundme.com слэш, черточка такая наклонная, odd3.org И вы увидите, вы увидите там технологию пожертвования, как вы сможете пожертвовать. Поэтому благодарю Бога за всех людей, за всех людей, которые принимают активное участие в этом, ну, в этом действии. Это благословение. Реально это благословение, что мы сможем приобрести камеру. Я очень дорожу каждым из вас, каждым пожертвованием, каждой жертвой, каждым человеком, кто, ну, делает шаг навстречу нашей мечте. Мы хотим, чтобы у нас хорошая камера появилась, чтобы она стояла здесь и служила. Я смотрю на людей, которые пожертвовали. Тимофей Медведев, 8 часов назад пожертвовал 500 долларов. Тимофей, пусть Бог благословит тебя. Спасибо за твою щедрость. Пусть Бог благословит тебя. Я благодарю Бога за тебя. Смайлик, кто-то под ником Смайлик присоединился. Я тоже благодарю вас. Пусть Бог благословит. Валентина Робинсон, пусть Бог благословит вас. Ирина, Жанна, вот я пересчитываю список всех тех, кто пожертвовал. Здесь написан список. Наташа из Сиэтла, Киюк, Таня, Джанета, Стефан. Всех благодарю, всех, кто там пожертвовал. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за вашу щедрость. Спасибо за вашу активность. Мне сердце радуется. Скоро мы приобретем эту камеру. Какое благословение. Благодарю Бога. Благодарю Бога за вас, дорогие мои. Благодарю Бога. Благословляю. Слава, слава Иисусу Христу. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. Пусть Бог благословит ваши жизни. Аминь, аминь, аминь. Я радуюсь во Христе Иисусе. Радуюсь, потому что Господь с нами. Вы знаете, на Пасху мы приносим особенное пасхальное семя. Семя воскресения. Мы жертвуем и говорим, Господь, благодарим Тебя. И у нас начинается пасхальная неделя с 5 по 12 число. Мы будем принимать активное участие в этом мероприятии. Смотрите это в прямом эфире. Участвуйте, поддерживайте, молитесь вместе с нами. Давайте сейчас помолимся и обратимся к Господу. Восхвалим Его имя. Вы не против помолиться? Я люблю молиться. Давайте помолимся и потом будем славить Иисуса Христа, прославлять Его имя, воспевать Ему хвале и с благодарением. Спасибо большое Господу. Благодарность Богу Всемогущему. Аллилуйя. Отец Небесный, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за милость. Благодарим Тебя за любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя за водительство Духа Твоего. Боже Всемогущий, благослови. Благослови, Господь, каждого человека, кто сегодня присоединился к этому эфиру. И мы благословляем Твое имя, поклоняемся Тебе, Слава тебе Очисти нас кровью твоей, омой нас Господь Пускай милость твоя обновляется над нами Хвала тебе Царь наш Хвала тебе Бог наш Аллилуйя, слава, слава Слава тебе Господь Я благословляю твое святое имя Я превозношу тебя вместе со всеми святыми Кто вместе со мной сейчас в этом эфире Поднимает хвалу, открывает уста И благословляет тебя Мы хвалим тебя, мы славим тебя Иисус, ты достоин, ты достоин Ты достоин хвалы Господь, благодарим тебя Благослови нас Господь Благослови Господь наши сердца Благослови наших жизней Во имя Иисуса Господь Я молюсь о каждом человеке, кто сейчас меня слышит и видит Я говорю благословение над ними Благословение над их жизнями Благословение над их судьбами Благословение над их детьми Да пребудет твое благословение с ними Во имя Иисуса Христа Господи, наполни, наполни их сердца Наполни их сердца во имя Иисуса Христа Пускай слава Твоя будет с ними, прямо сейчас примите благословение, примите благословение, благословляю вас именем Иисуса Христа, благословляю ваши дома, ваши семьи, ваших детей, ваши дела, ваше здравие, благословляю ваше потомство и внуков ваших благословляю, благословляю именем Иисуса Христа, Божий всемогущий, благослови каждого человека во имя Иисуса Христа. Аминь. Мир вам, дорогие! Еще раз приветствую всех вас. Добро пожаловать в прямой эфир. Я Максимов Максим. И мы продолжаем нашу тему. Мы продолжаем нашу тему о успешной жизни христианина. Приветствую всех людей, кто присоединился к интернету. Сейчас я вижу Алина с Кременчуга присоединилась. Мир тебе. Приветствую всех, кто Татьяна, Джанаид, Андрей из Австралии. Приветствую вас. Татьяна из Григорьевска, Слава из Казахстана. Всех приветствую. Хелен из Киева. Приветствую. Александр. Приветствую вас. Всех приветствую. Алина с Кременчуга. Приветствую особенным образом. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. Сегодня мы продолжаем нашу тему. Успешная жизнь христианина. Из каких ингредиентов она складывается? Мы с вами говорили уже о многих. Это уже какая, по-моему, 15-я серия, насколько я помню. И вы знаете, это 15-й урок на тему успешной жизни христианина. И сегодня я хочу поговорить на один из важных ингредиентов успешной христианской жизни. Многие люди, когда говорят об успешной христианской жизни, они думают, ну, наверное, это просто любить Бога, делать хорошие дела, вот, и любить ближнего, и все. Когда мы говорим о словах Иисуса Христа, Он оставил нам с вами задание. Он оставил нам с вами работу. И когда Он уходил на небеса, Он оставил эту работу для каждого из нас. И Он дал, ну, давайте так скажем, приказ или уходя, мама оставляет наставление детям. Так, значит, вот это сделайте, вот это сделайте, вот это сделайте. Запомнили все? То есть, как бы, потом, придя, Он будет спрашивать. Когда вы оставляете задание детям или подчиненным, или кому-то оставляете задание, вы же потом будете спрашивать с них, а ты что сделал? Сынок, где твоя работа? Ты выполнил свою работу или не выполнил? То есть, будет спрашивать с меня, с вас. Господь будет спрашивать со всех людей, а как твоя работа, выполнена или нет? Вот. И когда мы посмотрим на великое поручение, давайте откроем, откроем великое поручение Матфея в самом конце, в самом последнем, глава, великое поручение Иисуса Христа. Я вместе с вами открою в моей большой Библии. Мне друзья из Алматы подарили большую-большую Библию. Матфея 28 глава, по-моему, вот. Так будет. И мы прочитаем последние-последние слова и оттуда. Матфея 28 глава. Иисус уходит на небеса и оставляет задание. 18 стих. Матфея 28, 18. Итак. Приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Мне дана власть. Я имею власть всю и на небе и на земле. Дьявол раньше говорил, у меня вся власть на земле. Я кому хочу, тому даю. Когда, помните, дьявол искушал Иисуса Христа? Он сказал, «Мне вся власть, я кому хочу, тому и даю». Иисус в конце, после воскресения, говорит, «Мне дана вся власть и на небе, и на земле». Я имею всю власть. Не дьявол, я имею всю власть. И дальше написаны такие слова. «Поэтому, итак, идите и научите некоторые народы». А, ой, нет, извините. «Белый раз». Нет, нет, нет. Здесь написано «все народы». «Идите, научите все народы». Не только евреев. «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Иисус оставляет... Это последние слова Иисуса им возносятся на небеса, на облаке. И Он говорит, «Идите и научите все народы. Идите и распространите благую весть по всему миру. Научите всех людей, чему я вас научил». Вы знаете, когда я смотрю на великое поручение Иисуса Христа, очень лаконично, фактически это глобальное видение. «Идите ко всем народам, распространите Евангелие везде». Иисус оставляет очень четкое поручение. Помните, что случилось с апостолами? Пошли ли апостолы по всему миру? Апостолы не пошли по всему миру. Апостолы придумали такую интересную вещь. Они сели в Иерусалиме в храме, движение начало разрастаться, движение становилось большим, количество людей присоединялось больше, 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 больше. И они сели в Иерусалиме, и они были очень хорошие такие ребята. Они говорили, «Иисус, Мессия, в движение все пришло, отлично, слава Богу». И они сидят в Иерусалиме. Более того, они не стали делать. Они восприняли послание Иисуса, «Идите, научите все народы», как риторическое. «Ну, давайте, плодитесь и размножайтесь». На самом деле, это не «плодитесь и размножайтесь». Это, конечно, «плодитесь и размножайтесь», но в другом плане. «Плодитесь и размножайтесь», Адам и Ева, они не должны были обращать в вере народа. Все, что они сделали, они подумали, ну это типа, вот пусть вас станет много. Более того, когда появился еще один апостол, который жил во времена Иисуса Христа, но ни разу с ним не встречался, который был врагом христиан, апостол, который не ходил в воле Божьей, апостол, который действовал вне юрисдикции Петра. Этот апостол действовал вне юрисдикции Петра. То есть, этот апостол без Петра, так сказать, всеми делами занимался. И даже Петр его там что-то подкалывает, говорит, что-то он так говорит, непонятно пишет. И апостол Павел, Саввел Павел, тоже критикует Петра, говорит, а ты, брат, не молодушничий. И когда появляется новый апостол, этот апостол пошел по язычникам. Он стал ходить к язычникам. То бишь, ну вот к людям нееврейской национальности, то есть к вам. Он стал ходить по язычникам. В Галатию пришел, в Ефес пришел, в Харинт пришел. Он ходил по всей этой территории, он ходил, благовествовал Евангелие. Он распространял апостол Павел. А ученики сидят в Иерусалиме, восседают, устроили там организацию. Люди жертвуют деньги, они кормят там голодных и все. Конечно, хорошая работа, в храме все сидят. Но никто не пошел распространять учения Иисуса Христа. Апостол Павел начал распространять. Он начал делать путешествия свои по тому древнему миру. Он стал распространять, распространять веру. Он стал распространять учения. Он стал распространять волю Божию. Он стал распространять. У учеников родилась новая идея мессианского христианства. Они подумали, что нужно вначале из язычников, чтобы они стали христианами, нужно вначале из язычников сделать евреев. То есть они подумали, давайте так, мы вначале сделаем из язычников евреев, то есть мы возьмем этих всех евреев и язычников, и сделаем их евреями, обрежем их. проведем через все еврейские дела, они станут евреями, потом они могут стать христианами. Ну, как бы вот, если вот так утрясти, там немножко все гораздо сложнее было, ну, как бы, проще говоря, ты хочешь покаяться, да, вначале сделаем обрезание. Вначале закон, обрезали, ты пришел на покаяние, а тебе там стоит с ножницами апостол Петр, и говорит, ну что, готов обрезание сделать. И потом, когда ты становишься евреем, то есть это в их концепции было, как бы они так воспринимали. Потом ты уже пройдешь покаяние, крещение, и дар Духа Святого сойдет на тебя. Но вдруг приходит апостол Павел, его вызвали на собеседование, на ковер вызвали, так, приди сюда, приходи к нам, к апостолам, мы будем с тобой разбираться. Его вызвали на ковер к апостолам, он пришел на ковер к апостолам, и показывает им язычника, который не ставший евреем, не ставший евреем, он получил дар Духа Святого. Апостолы схватились, как это возможно? Он же еще не еврей, как он мог получить дар Духа Святого? И тогда апостолы позаседали и сказали, ладно, пусть не блудят, мертящину и не едят, это не делают, там несколько шагов, чего им не надо делать, простые вещи, ну, и пускай живут нормальной жизнью, и тогда будут христианами, языческими христианами. Знаете, как бы они дали поблажку, такую возможность. Апостол Павел ходил и распространял. Ученики упорно сидели. И знаете, что случилось? Они не услышали, что Иисус сказал, хотя сами об этом говорят. Знаете, что потом случилось? Случились гонения, и апостолы вынуждены были разбежаться по всему миру. Они разбежались в разные стороны, ушли в разных направлениях апостолы. И один дошел до Киргизии, один пошел туда к варварам, третий пошел на запад. Они пошли в разных направлениях, распространяя учения Иисуса Христа. Кто-то, говорят, до Индии дошел. Другими словами, апостолы пошли распространять благую весть. После того, как наступили гонения. Ты хочешь, чтобы у тебя наступили гонения, чтобы ты начал распространять благую весть? Вот вопрос вам. Вы что, хотите, чтобы на вас начались гонения, чтобы распространять благую весть? На меня гонения случились, и я еще больше начинаю проповедовать. Вы знаете, для меня это как результат. Я хочу сказать, Иисус Христос оставил тебе задание. Идите и научите все народы. Научите все народы. Научите все народы. Когда обращение идет к вам, какое твое участие в мировой евангелизации? И мы должны распространять Евангелие. Для меня это как жизненный принцип распространения Евангелия Иисуса Христа по всему земному шару. Распространение Евангелия Иисуса Христа везде. Я хочу, чтобы Евангелие распространилось. Иисус говорит, научите все народы. Это позиция. Позиция. Давайте откроем, пожалуйста, откройте вместе со мною Евангелие от Матфея 24 главу. Буквально несколько страниц назад пролистните. Евангелие от Матфея 24 глава. И здесь написаны слова Иисуса Христа. Я буду читать вам о конце света. Конец света. Мы говорили с вами, и будет скоро конец. Итак, будем читать. И выйдя, Иисус шел от храма. С первого стиха. И приступили, Матфея 24, с первого стиха. И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус, Иисус, смотри, смотри, смотри. Иисус, смотри, смотри, смотри. О, вау. Иисус же сказал, вы видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено. Знаете, интересно, когда Иисус сказал, не останется камня на камне, что случилось в 70-м году, через 40 лет после этих слов? Был пожар, и храм горел. Разбой Иерусалима был. И золото на стенах храма начало стекать, стекать вниз. А там такие булыжники большие. И золото начало стекать, и попадать между камней, затекать вовнутрь. Пришли вандалы, варвары, которые хотели разобрать. И пришли мародеры. И они стали выковыривать. Сначала брали золото, то, что снаружи осталось. Но видя, что золото проникло между камней, они брали ломы, и выдавали все камни, камни, все, что можно было. Они разворотили все. Вытащили все кусочки золота стекшего. Все вытащили. Там просто все было вытащено. Все вытащили. И камня на камне не осталось. Не останется здесь камня на камне. Все говорят, как это возможно? Как это возможно? Это невозможно. Когда же он сидел на горе Иллионске, приступили к нему ученики, наедине спросили, скажи нам, когда это будет? И какой знак пришествия твоего кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь. Он начинает говорить о конце, чтобы кто не прельстил вас. Будет очень много людей прельщающих, которые будут вас прельщать. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, я помазанник. И многих прельстят. Люди пойдут не за Христом, а за лидером. Пойдут за вождем. Они будут верить в вождя, как во Христа. Сегодня мы это видим, как много людей верят не в Господа, а верят в пастора, в лидера, в своего епископа, в своего человека. Они идут за ним, он помазанный. Да хорошо, но ты идешь за Христом. Нужно учитывать, дорогие мои, не поклоняйтесь человеку, не заменяйте. Некоторые пасторы переигрывают, они становятся, как Христос. Они пытаются заменить собой. И люди в непонимании, я Христа вижу. Как один пастор у нас пришел в гости, говорит, я Христос во мне. Люди, он не сказал, что Христос в вас, он сказал, во мне Христос. Если вы ко мне прикасаетесь, вы ко Христу прикасаетесь. И вот эти слабые на ум женщины, они рванули, пустите меня ко Христу. Многие прельстят. Тогда услышите о военных и военных слухах. Ребят, вы слышите о военных и военных слухах? Слышите? Я думаю, что мы уже слышим. Кто бы мог подумать, что в наших странах Советского нерушимого Союза, где мы друг с другом уже воевать начинаем. О военных и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо належит тому быть. Но это еще не конец. Дальше. Растанет этнос на этнос, народ на народ, царство на царство. И будут глады, моры, землетрясения по местам. Количество землетрясений постоянно увеличивается. Это начало болезней. Столько новых болезней пришло. Новых, неведомых миру. Постоянно приходят какие-то новые вирусы, новые заражения, новые болезни. Постоянно приходят. Все это начало болезней. Девятатый. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас. Будьте ненавидимы всеми народами за имя мое. Сегодня мы видим, как христианам отрубают головы, режут горло. Там, на Ближнем Востоке. Это ужас, что происходит. Гонение на христиан. Пасторов сажают в тюрьмы за проповедь Евангелия. Притеснение. Тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Знаете, ко мне приходили некоторые прихожане, на них одевали прослушку, собирали на меня компромат. Это реальные факты. Я вам рассказываю. То есть приходили к нам верующие, которые в церковь ходили, ко мне приходили с прослушкой. Знаете, сколько мне приподсылали эти спецагенты шпионов. Пришли двое таких чудиков. Я сразу увидел, что думают, что-то не то. Они говорят, вот здравствуйте, пастор. Знаете, мы хотим открыть вот магазин и нам нужно через церковь привозить товары из-за границы, потому что у вас же нет растаможки и через вас пропускать эти грузы, чтобы не платить таможню. Мы будем продавать и будем делиться с вами. Я посмотрел на них. Я сразу же понял, что это подставные. И я как закричал, говорю, вы что, налоги не хотите платить? Они раз напряглись, я говорю, вы что, не хотите платить налоги стране, в которой вы живете? Вы не хотите, чтобы власти, страна, дороги, электричество, чтобы не делалось, чтобы у вас фонари не освещались? Я говорю, как вы жить здесь собираетесь, в этой стране, если вы от налога скрываетесь? Они напряглись, я говорю, вы как посмели говорить о том, чтобы скрыться от налогов? У них такое напряжение. Они сразу же выбежали из моего кабинета. Будут предавать вас. И соблазнятся многие. Возненавидят друг друга. Многие лже-пророки восстанут. И прельстят многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я сейчас вижу, где Бог? Где Бог? Куда Бог смотрит? Во многих охладевает любовь. Они перестают любить. На Бога надейся, сам не плаша, не говорят. Претерпевший же до конца спасется. А это мы с вами. И вот и проповедано будет с ее царствия Евангелия. Евангелие царства по всей вселенной. Во свидетельство всем народам. Тогда придет конец. Условия проповедь Евангелия по всей земле. По всей нашей вселенной. Тогда придет конец. Дорогие мои. Проповедуя Евангелия мы приближаем возвращение Иисуса Христа. Проповедано будет Евангелие. Вы знаете, наши спутники сейчас покрывают весь земной шар. Везде, где наше русскоязычное население. Есть на арабском языке христианские каналы. На итальянском, на английском, на немецком. Христианские каналы сегодня проповедуют. Про них даже в пророчестве в Откровении написано. И увидел я ангела, летящего среди неба. Который благовествовал на всех языках и всех народах вечное Евангелие. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа. По всему лицу земли. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа. О слава, о слава, слава, слава царю царей. Аллилуйя. Мы проповедуем Евангелие Иисуса. И когда будет проповедано Евангелие по всему лицу земли. Во свидетельство всем народам. Тогда придет конец. Опять проповедь Евангелия. Иисус оставляет задание, идите научите все народы. И сказано, когда Иисус говорит, когда будет проповедано Евангелие по всему лицу земли. когда все люди услышат, когда все люди будут иметь возможность, тогда наступит конец. Я хочу сказать, что сегодня Библия почти переведена на все языки. Уже Библия почти переведена на все языки. Сейчас переводчики Библии работают и доводят. Самая распространенная книга в мире, рекорды Гиннесса, что самая распространенная, самая больше напечатана книг, это Библия. Самая распространенная книга во всем человечестве, это Библия, Слово Божие. Иисус оставляет нам великое поручение, идите и научите все народы. Когда мы говорим об исполнении великого поручения, мы приближаем, всякий раз, когда ты проповедуешь, всякий раз, когда ты проповедуешь Евангелие, всякий раз, когда ты распространяешь Евангелие, ты приближаешь пришествие Иисуса Христа. Я к вам обращаюсь, люди дорогие, давайте проповедовать в силе Духа Святого. Многие говорят, проповедуют очень странным образом. Они думают, что нужно рекламу церкви сделать. Здравствуйте, приходите к нам в церковь. Иисус не просил делать вас жалкую, убогую рекламу церкви. Вам не нужно, вам не нужно рекламировать церковь. Приходите к нам в церковь, у нас так хорошо. У нас, если людям ты рекламируешь, что придите в церковь, ну они придут в рекламную акцию, посмотрят, ну чего тут хорошего. Если же ты будешь проповедовать о Иисусе Христе, разница очень большая. Если ты проповедуешь о церкви, о пастыре, о помазаннике, нас такой помазанник, приезжайте к нам на специальную колледж, на специальную школу, приезжайте к нам на специальный стадион, и тогда так будет хорошо, и так будет классно. Не проповедуй о своем духовном лидере. Не нужно про Максима Максимова проповедовать. Проповедуй об Иисусе Христе. Расскажи людям. Многие люди проповедуют о том, что Иисус может взявить в их жизни. Они начинают делать рекламу Иисусу Христу. Иисус Христос вам сделает несколько вещей. Первое. Разрешит финансовые проблемы. Второе. Семейные проблемы с детьми, с вашим весом, с вашим здоровьем. Он укрепит вас. Он решит все ваши проблемы и даст освобождение от зависимости. В общем, давайте так. Рекламная акция. Иисус Христос и вот это, вот это, вот это. И когда люди проповедуют, хочешь получать освобождение от алкоголизма, приходи к Иисусу. И люди приходят за освобождением к алкоголизму, как в наркодиспансер, чтобы получить освобождение. Для них Иисус это репцентр. Проповедуйте и расскажите об Иисусе. И не так много, что Иисус делает, а личность Иисуса. Человеку нужна, во-первых, личность Иисуса. Нужно им принести силу Духа Святого, чудеса, знамения. Но когда человек ориентирован на чудеса, для него вера воспринимается через призму чудес. Если я чудо получу, я видел людей, которые получили чудо и перестали в церковь ходить. Я говорю, почему? Вы рассказали, что Иисус сделает чудо в моей жизни. Он сделал, теперь я в церковь не хожу. Я говорю, почему не ходишь? А зачем? Я понял, что человека нет отношений с Господом. Научите людей иметь отношения с Богом. Конечно, нужно говорить о чудесах, но в первую очередь говорите людям о личности Иисуса Христа. Расскажите о личности. Не нужно говорить о том, что у него денег много появится. Я из-за денег приду к Богу. Ура, бабло попрет. Это такой ужас. Если вы так проповедуете, что у тебя с финансами разрешатся проблемы. Да не разрешатся. Конечно, они разрешатся. Но давай так. Это не тот момент, когда мы приходим к Иисусу, чтобы я исцелился с деньгами у меня было и с мозгами. Чтобы все нормально было. Чтобы был мудрый, богатый и здоровый. Это не тот, люди, послушайте, это не тот, это не то, что нужно проповедовать. Проповедуйте людям, говорите о личности, о Господе, Он живой. Донесите благую весть о живом Иисусе Христе. Многие проповедуют мертвого Иисуса Христа, но Он живой. Принесите, расскажите о том, что приблизилось Царство Небесное. Посмотрите, Матфея 4 глава. Что Иисус начал проповедовать? Матфея 4 глава, 17 стих. Матфея 4, 17. Открыли? Здесь написано. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, ибо. Ибо что? Будете богаты. Ибо будете здоровы. Ибо все проблемы решатся. Нет, покайтесь по причине того, что приблизилось Царство Небесное. Послушайте. Потрясающе. Я сейчас просто в восторге. Иисус проповедует приближение Царства Божьего. Не проповедует чудеса. Покайтесь, потому что чудеса. Нет. Помните, Никодим пришел и говорит, учитель, ты столько творишь чудес. Ты точно от Бога. Иисус говорит, ты ничего не понимаешь. Вам нужно родиться заново, свыше. Когда Иисус смотрит на людей, Иисус проповедует Евангелие. Конечно же, нужно же, когда проповедуешь, молиться. Но многие начинают проповедовать исцеление вместо проповедования благой вести. Смотрите, что написано. Иисус проповедовал. Откройте, пожалуйста, Матфея 9 главу. Матфея 9 глава. Написаны такие слова. Матфея 9. И я с 35 стиха буду читать. Матфея 9, с 35, три стиха прочитаем. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя потом всякую болезнь и всякую немощную людях. Он проповедовал и подкреплял свою проповедь исцелениями. Теперь, видя толпы народа, он сжалился на небо, ибо были они изнурены и рассеянны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатва, чтобы выслал делателей на жатву свою. Иисус увидел толпы народа и сжалился. Многие люди, смотрите, Иисус ходил проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь. Что сегодня у нас современные делают люди? Они проповедуют исцеление, вместо того, чтобы проповедовать Евангелие Царствия. Благую весть спасения. Для них благая весть, это всего лишь такая, да-да-да, еще нужно покатиться, чтобы получить исцеление. Когда люди проповедуют исцеление, они делают большую ошибку. Нужно проповедовать Иисуса Христа. Жизнь вечную, Царство Небесное, приблизилось Царство Небесное к тебе. Вот-вот скоро ты уже туда или не туда. Нужно проповедовать отношения с Богом, нужно учить людей. И как молиться за людей, как подкрепление своим словам. Сегодня многие евангелисты, они заменили и начали проповедовать об исцелениях, о проклятиях. Начали говорить о каких-то вещах, что Иисус делает, да. Но проповедуйте о Царстве Небесном, о Евангелии. Проповедуйте об отношениях с Богом. Уловили мысль? Итак, успешный христианин, он проповедует об отношениях с Богом. Он проповедует о жизни вечной. Он открывает Царствие Небесное. Евангелист приехал к нам в Алма-Ату, собрали мы стадион людей, 50-60 тысяч, где-то 60-70 тысяч. Вы знаете, очень мало людей осталось в церкви. Потому что он проповедовал о том, что исцеление это возможно, исцеление рядом, тебе нужно исцеление. Он не проповедовал отношения с Богом. Давайте будем проповедовать, что людям нужно отношения с Богом. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит, да благословит вас Господь. Да явит славу свою во имя Иисуса Христа. Господь благослови, благослови Господь во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. Драгоценные мои, я благословляю, благодарю Бога за каждого из вас. Благодарю вас за участие, за партнерство, за ваши дистинные приношения. Благодарю вас за участие в пасхальном семене. Мы с вами встретимся уже в воскресенье на Пасху. И я заранее хочу сказать вам, Христос воскрес. Воистину воскрес. Приготовьте свои семена. Всю неделю мы будем собирать специальное пасхальное семя, с 5 числа по 12 числа у нас будет специальный сбор пасхального семени, примите участие в пасхальном семени, я буду благодарен Богу за каждое посеянное семя, пусть Бог благословит вас, благодарю за ваше участие, за ваши семена, за вашу веру, за то, что вы делаете Божьи дела, да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь, Всех ценю, благословляю во имя Иисуса Христа. Пускай Бог благословит. Итак, у нас Западная Пасха в это воскресенье, Восточная Пасха через воскресенье. Всю эту неделю у нас будет пасхальная неделя. Будем встречаться с вами в прямом эфире. Приезжает моя жена, и мы с ней будем вместе в прямых эфирах с вами. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. Я так люблю вас, ценю вас. Вы благословенные у Господа. Да пребудет с вами Господь, да поддержит вас Господь, да оградит вас Господь. Во имя Иисуса Христа благословляю вас. Всем пока. Держитесь за Господа и знайте, что с Богом все будет хорошо. Встретимся с вами в воскресенье. Христос воскрес. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!